Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции христианской Испании в период с 8 по 13 век. Хронологически мы сдвигаемся с вами дальше и переходим в период с 1, 3, 11 века и до конца 13, до начала 14 века. Первым эпизодом в этой части лекции будет, собственно, вот этот, посвященный королевству Кастилии и Леона при короле Фернандо I и его детях. Сначала давайте вспомним географию. Перед вами карта раздела державы Санчо I Великого по его завещанию, подписанному в 1035 году. Я напомню, что отеческое королевство Наварры, собственно, центр державы, да, остается старшему брату, который займет престол Наварры под именем Гарсия Санчоса III. Западные территории Кастилия будет переданы Фернандо I Кастильскому, который уже очень скоро присоединит к себе, к своим владениям, точнее, к королевству Леона, а потом отобьет у Гарсии Наваррского еще часть территории Навары со временем. Восточные территории будут поделены между двумя сыновьями, еще двумя сыновьями Санчо, между Рамира и Гонсало. При этом Гонсало, я напомню, умрет достаточно быстро в 1045 году, не успев, собственно, ничем себя зарекомендовать, ни хорошим, ни плохим. И король Арагона Рамира I присоединит к своей державе графство Сабрарбе и Риба Горсу. Но об этом мы еще поговорим в свой черед и в своем месте. Сейчас давайте вернемся в Кастилию, которую получает Фернандо, вошедший в историю как Фернандо I Великий. Перед вами его генеалогическое древо. Он происходит, я напомню, от Санчо III Горсеса, Наваррского короля, и его жены Мунья Домны Санчес Кастильской графини. В свою очередь Мунья Домна – это сестра последнего графа Кастилии, Гарсии Санчеса, и дочь, соответственно, графа Санчо, прозванного графом Добрых Фернандо I. В свою очередь Фернандо женится на королеве Донье Санчо, сестре Бермуда III и дочери, стало быть, Альфонсо V благородного короля Леона. Этот брак станет судьбоносным и войдет, собственно, и в историю, и в легенды испанские. Уже очень много лет, уже очень много веков Фернандо и Санчо известны как такой показательный пример, да, вот архетипичный во многом пример мудрых супругов. От этого брака родится пять детей, я имею в виду тех, кто доживет до совершеннолетия и тех, кто войдет в историю, да, пятеро детей, трое сыновей и две дочери. Дочери сыновья Санчо, Альфонсо и Гарсия в порядке старшинства, дочери Урака и Эльвира. Урака, при этом старшая дочь, она, как бы сказать, первенец, да, первый ребенок этой четыре. Вот в этой лекции все эти персонажи, в этом эпизоде, все эти люди и станут предметом нашего разговора. При этом править из них будут, как вы видите, не все. Править будет Фернандо I, затем Санчо II и Альфонсо VI. Гарсия Галисийский будет править в Галисии, но недолго он будет практически сразу, как только возникнет возможность, да, он будет практически сразу лишен киролевства сначала старшим братом Санчо, ну, а затем двумя старшими братьями совокупно, Санчо и Альфонсо. Но об этом чуть позже поговорим. Итак, давайте посмотрим на правление Фернандо I. Фернандо I прежде всего известен как умелый, опытный военачальник, проведший за свою жизнь достаточно большое количество военных компаний, почти все были удачными. Две битвы, это битвы с родственниками за расширение территории, собственно, та самая битва при Тамароне, которая уже озвучала у нас с вами раньше, в которой войска Фернандо I и присоединившегося к нему в той битве короля Наварры, да, Гарсии Санчоса, разбили войско Бермуда III Леонского, то есть брата, жены Фернандо. В той битве Бермуда погиб, и Фернандо I победоносно вступил в Леон и в том же году короновался королем Кастилии и Леона. Семнадцатью годами позже состоится еще одна его битва с братом, на этот раз с Гарсией Санчосом Наварским как раз, помогавшим ему в битве при Тамароне. В битве при Атапуэрке Гарсия Санчос будет убит, правда, на королевство Наварры, на королевский трон Наварры, Фернандо I претендовать не будет, он отойдет к наследникам Гарсии Санчоса. Сам Фернандо просто ограничится тем, что присоединит к Кастилии регион Бурэбы, нахер, да, которые будут ему нужны и интересны. Гораздо больше и активнее Фернандо I воюет с Маврами. Только из основных его походов это взятие Ламегу, взятие Визеу в качестве мести за Альфонса V, набеги на Таламанку с Севилью в Валенцию под конец жизни, под конец правления, взятие Каимбре. Собственно, здесь интересно даже не то, что он расширяет территорию королевства. То есть, безусловно, он ее расширяет, понятно, но главная ценность и главная важность вот этих походов против Мавров кроется не в этом. Дело в том, что вы видите, да, все походы против Мавров Фернандо приходятся уже на период, известный как эпоха Таиф. То есть, уже после распада Кордовского халифата Фернандо I облагает данью мавританские принципаты, мавританские королевства. Он обкладывает данью Таифу Бадахаса, Таифу Таледа. Он взимает дань с Таифа Таламанки, он требует денег с Севильей, получает их, он требует денег даже с Валенции. Но несколько Таиф платят ему не разовые, а регулярные выплаты. Вот этот дань, дань, которую христианские государи эпохи взимали с мусульманских Таиф, называлась испанским словом париас. Париас. Почему это так важно? Это важно не просто с символической стороны. Впервые христиане брали дань с мусульман, да, то есть это были первые крупные победы, причем победы, признаваемые таковыми не только победителями, но и побежденными. Важно это было совсем другим, а отнюдь не символическим. Дело в том, что дань, вот эти самые париас, эти выплаты платились в золотой монете. А я напомню, что у христианских королевств своего золота в принципе не было, и взять его было ниоткуда. Золото на Пиренейском полуострове к этому моменту уже все привозное, либо из Франции, либо из Африки. И больше, конечно, из Африки, чем из Франции. Поэтому, когда Фернандо и, собственно, его современники, да, другие христианские князья и государя полуострова начинают облагать данью мусульманские таифы, они получают бесперебойный приток золота в свою экономику. Золото, которое позволяет им отстроить города. Золото, которое позволяет им заплатить своим воинам и нанимать их, звать их в новые походы, заканчивающиеся новыми победами, разумеется. Золото, которое позволяет укрепить свою власть. Мы совсем чуть-чуть позже будем говорить, как бы сказать, с христианской стороны, да, о приходе альмаравидов, о том, что закончатся христианские победы и начнется череда достаточно горьких поражений. Так вот, самое обидное в поражениях конца XI века и в приходе альмаравидов будет, как ни странно, не то, что, собственно говоря, поражение, да, военное, а то, что прекратится поступление золота, перестанут платить дань. И дальше при первом удобном случае, при каждом удобном случае в XI веке, в XII, в XIII, в XIV веках христианские государя полуострова, устанавливая свой контроль над тем или иным мусульманским городом, над тем или иным мусульманским принципатом, предпочитали не включать его в свою, в свои границы, а облагать данью и брать эту дань золотом. Это такое, это практически универсальный источник золота, на самом деле. Во многом именно этот приток золота, повторюсь, неожиданный и неожиданно большой, неожиданно обильный, становится косвенной причиной того, что экономика в правлении Фернандо I практически не развивается ни в одном из своих секторов. То есть, хозяйство так и остается натуральным, торговля практически не развивается, производство аналогично, налоговая система, податная, точнее, система тоже не развивается, новых податей не появляются, старые остаются так же, как есть. То есть, ничего не меняется в экономической сфере, в экономико-хозяйственной. Другое, это церковная политика Фернандо I. В 1055 году он проводит знаменитый собор в Коянсе, на котором официально передает испанскую церковь, то есть, церковь Леоно-Кастильского королевства под власть римской курии. В данном случае, то, что король что-то кому-то официально передает, ну, в данном случае, церковь под контроль, да, еще не означает, что сразу все резко меняется. Нет, сразу ничего не меняется. Больше того, для того, чтобы испанская церковь согласилась на замену ритуала с мусарбского на римский, да, должно потребовалось еще порядка 30 лет, чуть больше, и достаточно серьезное давление со стороны королей. Сначала самого Фернандо I, потом Альфонсо VI. То есть, это происходит все равно совсем не сразу. В данном случае, воля короля передать церковь под покровительство Рима, но эта воля короля совсем не совпадала с волей значительной части Леона Кастильского епископата. Затем еще одно значимое событие, значимое с культурной, с идеологической, с религиозной точки зрения, это перенос мощей Исидора Сивильского. Я напомню, знаменитый энциклопедист, епископ Сивилья, виднейший церковный деятель, деятель культуры Вестгодского киролевства, последней трети VI, I, III, VII веков. Автор знаменитой энциклопедии этимологии, ну, и ряда других сочинений, да, он довольно много писал. Вот, так вот, мощь Исидора Сивильского торжественно переносится из Сивильи в Леон. Это была договоренность, именно договоренность Фернанда I и правителя Сивильи Аль-Мутамида. В Леоне строится базилика святого Исидора, которая впоследствии будет, как бы сказать, переоформлена по своему статусу, да, в коллегиальную церковь, то есть церковь под ведомственную капитулу клириков, соответственно, коллегията де Сан Исидро, ее официальное название сейчас. И эта базилика станет местом захоронения ряда королей Леоны и Кастилии. Одной из первых попыток сделать королевский пантеон. Попыток, говорю я, потому что там будет захоронено несколько королей, но потом практика захоронения королей в одном месте снова уйдет, да, и вернется она в Испанию еще очень нескоро, на самом деле. Там будет попытка зафиксировать место смерти, но, повторюсь, ненадолго. Затем Фернанда I, по примеру своего отца, идет в паломничество в Сантьяго, гробнице святого Иакова. И вот это важно, при Фернанде I официально открывается дорога Сантьяго, или путь Сантьяго, да, как его называют, Камино де Сантьяго. То есть официальная паломническая дорога, ведущая из разных мест, да, ведущая в Сантьяго де Компостело. Со временем эта дорога станет одним из постоянных источников дохода Кастильской, а затем уже Испанской короны. Не то чтобы главным, но зато одним из устойчивых. Помимо этого, Фернанда I устанавливает связи с монастырем Клюни, и он приглашает идеологов Клюнийской реформы и исполнителей, главное, конечно, исполнителей Клюнийской реформы к себе в королевство, предоставляя им карт-бланш. В качестве базы Клюнийцев Фернанда I передает им королевский монастырь Саагун, монастырь святых Факунда и Примитива. И Саагун становится главным центром Клюнийской реформы в Испании. При смерти, собственно говоря, Фернанда I повторяет жест своего отца, Санчо III Великого. На самом деле очень сложно понять, что его к этому подвигло. Ну да, у него тоже было три сына, это понятно, но то ли он посчитал, что его сыновья будут более любить друг друга, нежели он любил, скажем, своих братьев, то ли он, ну сложно сказать, что двигало Фернанда в этот момент, но королевство он разделил между тремя сыновьями, заложив основу будущей войны между братьями. Галисию он отдал младшему брату Гарсиим, Галисию и рент из дань, собственно, с Бадахаса. Леон и дань с Тайфы Толеда получил Альфонсо, будущий Альфонсо VI, старшее королевство, королевство Кастилии, и дань с предельной Наварры и Сарагосы получил старший сын Санчо II. Две дочери Уррака и Эльвира получают два города в держании, Уррака получают Самору, Эльвира, Торо. И вот, собственно, вот эти вот дарения инфантам кладут начало довольно любопытному институту испанской политической экономики, тому, что называется инфантадго. Инфантадго – это та часть королевства, и точнее даже сказать, та часть доходов королевства, которая выделялась инфанту или инфанте в собственное пользование и владение для поддержания уровня жизни и ведения, соответственно, своих дел в пользование до того момента, пока либо это дарение не будет отменено следующим королем, либо пока следующим королем не станет выше названа инфанта или инфанта. Классический образец инфантадго, например, сейчас, да, это, собственно говоря, принципат Астурии. Мы с вами будем говорить в одной из следующих лекций про то, как рождается титул принцев астурийских. Вот, инфантадго – это такой источник доходов для инфанта или для инфанты. Соответственно, в 1065 году Фернандо I умирает. Два года, еще два года до 1067-го, все относительно продолжается тихо, мирно и спокойно, но только благодаря тому, что еще жива вдова короля Фернандо, мудрая королева Донья Санчо. Но в 1067 году она умирает, и старший сын Фернандо I, Санчо II, так и не признавший последней воли отца, не согласившийся с разделом, который провел Фернандо, развязывает войну против своих родных, против своих братьев и сестер. Война развивается поначалу вполне успешно для Дона Санчо. Сначала он ввязывается в войну, на самом деле, в 1067 году он ввязывается в войну, в которой помимо его братьев будут участвовать и король Наварры, и король Арагона. Это войдет в историю как война трех Санчо, 1967-1968 год. Но, замерившись с Наваррой и Арагоном, Санчо немедленно развернет войска против Леона. В битве при Ильянтадо относительный паритет, хотя, конечно, Кастильские войска разобьют леонцев, но там это будет не безусловная победа. Братья предпочтут на время договориться, тем более, что тут же вспыхнет мятеж в Галисии, в ходе мятежа погибнет архиепископ Сантьяго, и немедленно Санчо и Альфонсо договорятся о совместном вторжении в Галисию. В результате вторжения в Галисию в 1069 году король Гарсии отстранен от власти и заточен в крепость. На несколько лет между братьями установится такое неустойчивое равновесие, которое взорвется в 1072 году битвой у Гольпехеры, в которой Санчо наголову разобьет младшего брата, Альфонсо, тот потеряет свое войско, попадет в плен к Санчо. В плену его не будут сажать в крепость, поэтому он сумеет бежать из Леона. Бежать он решит в Толедо. Я напомню, правитель Толедо был его данником и хорошим знакомым. Тот укроет Альфонсо VI и несколько месяцев будущий Альфонсо VI проведет в Толедо. Что будет происходить в Кастилье в этот момент? Санчо вполне устроит бегство брата. Ему не будет нужна смерть брата и слава братоубийце. Его вполне устроит, что один брат в крепости, а второй бежал. Он обратит свое внимание на сестер, отнимет у Эльвиры город Торо за символическую компенсацию. Дальше подступится к Саморе. Дело в том, что Самора – это одна из ключевых крепостей Запада Леонского королевства на границе с будущей Португалией. Одна из ключевых опорных точек обороны. И Санчо она будет, конечно, нужна. Урака категорически откажется сдать город. Не пойдет ни на какой обмен, хотя Санчо будет предлагать последовать на разные варианты. Урака откажется на отрез. Санчо вынужденно начнет осаду Саморы. В результате осады Саморы Санчо погибнет. Это связано с очень трагичной и неприятной, в общем-то, историей. Самора будет готова сдаться, но один из рыцарей Консехо, вот этой вот общины Саморы, человек по имени Вильида Дольфос, предложит Донью Ураке такой вот хитрый план. И она, сразу скажу, она примет этот план. Вильида Дольфос якобы бежит из Саморы, перейдет на сторону Санчо Второго, принесет ему клятву верности, вкрадется в доверие, и когда король повернется к нему спиной, убьет его ударом дротика в спину. Убив его, он бегом вернулся обратно в Самору, чтобы его не убили здесь же. Несколько веков после этого, ну, собственно, до 21-го столетия, калитка, через которую Вильида Дольфос, по преданию, укрылся в Саморе, собственно, куда он скользнул и оказался в городе, называлась калиткой предательства, воротцами предательства, портийо де трейфьон. В 2010 году алькальдеса города Саморы торжественно переименовала это в ворота верности. Вот эта вот насмешка над словом верность сейчас есть в Саморе, можно съездить посмотреть. На самом деле здесь, конечно, не морально-этические вещи в подложке, здесь совсем другое. Говоря о 21-м веке, мы говорим о периоде, об эпохе, тянущейся сейчас, когда структурные части, составляющие части испанской монархии, периодически, ну, нет, не так, когда среди населения основных частей Испании, Леона, Кастилия, Андалусии, сильны сепаратистские настроения. И вот этот демонстративный жест леонской алькальдесы Саморы показывает, что, как бы сказать, она одобряет поступок леонского рыцаря, который предательски убил Кастильского короля, о том, что они все испанцы, и что этот поступок сыграл, в общем, сильно на руку маврам, все забыли. Но, ладно, давайте вернемся в 1072 год. Альфонсо VI, извещенный о смерти брата, немедленно возвращается в Самору. С этим связана следующая история, вошедшая тоже в мифы и легенды, знаменитая клятва в Гадеа. Согласно эпической традиции, один из военачальников Санчо II, Родриго Руй Диас де Бивар, известный по прозвищу Сид, воитель, потребовал, не принес клятву верности Альфонсо VI, отказался, и прежде чем поклясться ему в верности, потребовал, чтобы тот публично поклялся в том, что он не виновен в смерти своего брата, что он не соучаствовал в этом убийстве, не замышлял его и не знал о нем. Трижды он требует клятву, трижды подряд клянется Альфонсо. Прилюдно, разумеется. Когда после третьей клятвы Сид, убежденный, подходит к королю и хочет поцеловать ему руку в знак того, что он приносит ему клятву верность, Альфонсо VI, разгневанный, не дает ему этого сделать и изгоняет Сида из королевства. С этого начинается история скитаний Родвига Руидиаса де Вивар, ну, скитаний, не знаю, приключений, скорее, да, которая закончится взятием Валенсии и удержанием Валенсии в руках христиан до самого конца XI века, до смерти Сида, когда его вдова, Донья Химена, сдала город Альмравидам. Но это Сид, а мы пока про Альфонсо VI. Начинается правление Альфонсо с того, что он успешно хватает и сажает в более надежную крепость своего младшего брата Гарсию, который понадеялся на то, что, наверное, что-то будет по-другому, и воссоединяет в своих руках все три части Отцовского королевства Кастилию, Леон, Галисию. В 1076 году Кастилия и Арагон успешно вторгаются с двух сторон в Наварру, а в 1085 году Альфонсо VI, ведя до того вполне последовательную политику заселения новых городов, вы видите целую серию городов, заселенных Альфонсо VI, в 1085 году он достигает высшей точки своего правления, такой кульминации, кульминационного момента, он берет Толедо. Таифа Толедо ликвидируется и включается в состав Кастильского королевства на правах, соответственно, Рейну де Толедо, да, королевство Толедо. Христиане впервые вот за, ну, впервые с 8 века христиане устанавливают свой контроль более чем над половиной полуострова, чисто географически, да, баланс меняется, и усиление, вот это вот катастрофическое для мусульман усиление Кастильского королевства сподвигает подвигает правителя Таифа Севилья, Аль-Мутамеда, просить о помощи альмораведов, которые приходят в Испанию, и дальше три подряд серьезнейших поражения Кастильцев. Битва при Ассалаке, она же разгром при Саграхас, поражение при Консуэгре, и последний страшный разгром при городе Уклес, битва, в которой погибнет сын и наследник Альфонса VI, единственный его сын, инфант Дон Санчо. Соответственно, после смерти Дона Санчо, после разгрома при Уклесе, король проживет недолго, он умрет в 1109 году, и проблема наследования трона встанет во весь свой немалый рост перед Кастильской знатью. После короля останется его дочь Доньюрака, я имею в виду из законных детей, конечно, останется его дочь Доньюрака, которая до 1107 года была замужем за Раймоном Бургундским. От этого брака у нее родился сын, которого она назвала Альфонсо, стало быть, внук Альфонса VI. Раймон Бургундский умер в 1107 году, таким образом, на момент смерти короля в 1109 урака вдова с сыном на руках. Кастильская знать разрабатывает различные планы за кого бы выдать замуж ураку, в смысле, за кого бы из них. Урака нарушает их планы, делая предложение королю Арагона Альфонсо I воителю и выходит замуж за него в итоге. С этого начнется история правления Альфонсо VII, сначала королевы Доньюраки, потом Альфонсо VII, история длинной гражданской войны в королевстве, история войны родов Кастро и Лара, но мы об этом с вами поговорим в следующем эпизоде, а сейчас давайте посмотрим на церковную политику Альфонсо VI, экономическую и немножечко поговорим об обществе. Собственно вы видите да, что несмотря на множество браков он был женат не считая первого брака который как считается был полюбвим в Итанка Саида в крещении Исабель мать его сына как раз Дона Санчо после этого он был женат пять раз удачным оказывается только один брак с Констанцией Бургундской от кого рождается как раз Урака и вот этот брак кладет начало тому что называется Бургундским домом в Кастильи соответственно из незаконных детей я обращаю ваше внимание на двух дочерей Тересу и Эльвиру а точнее даже на Тересу Тересу Альфонсо VI выдаст замуж за брата Раймона Тулузского за Раймона Бургундского за Энрике Бургундского и сын у них будет Афонсо Альфонсо Альфонсо который потом будет Афонсо Первый Энрикеш Первый король Португалии но об этом мы еще поговорим чуть позже пока идем дальше к церковной политике Альфонсо VI он продолжает линию начатую его отцом во-первых Альфонсо VI продавливает это по-другому не называется он именно продавливает через знать светскую и церковную проведение в королевстве клюнийской реформы перевод окончательный перевод церкви под юрисдикцию Рима и принятие римской литургии отказ от массарабского чина против этого протестуют протестуют отчаянно но король занимает неперемиримую позицию результат в данном случае оказывается в его пользу тогда же после того как был отвоеван Толедо Толедо официально провозглашается главой всей испанской церкви и архиепископ Толедо провозглашается старшим по отношению к иерархам всей остальной испанской церкви включая епархии Арагона Каталонии и Наварре в Сантьяго начинают строить собор святого Иакова вдоль дороги Сантьяго строится во-первых укрепление помогающее обезопасить дорогу во-вторых целая цепь странно приимных домов чтобы паломникам было где останавливаться король по примеру отца и брата тоже идет пешком в Сантьяго соответственно все вот это и перевод церкви под власть Рима и принятие общего для всей католической Европы римского члена литургии и разработка пути Сантьяго все это способствует укреплению контактов Альфонса VI с запиренейскими регионами когда же в Испанию вторгнутся Альморавиды Альфонсо VI обратится к франкам за помощью да за с просьбой о крестоносцах откуда собственно появятся братья Раймона и Энерики Бургундские помимо этого на базе монастыря Саагун Альфонсо VI будет по приказу Альфонсо VI будет создана школа которая собственно в его документах будет называться Скола Палаци и Мэи и среди членов его курии среди членов Королевского Совета появятся магистры Скола и Мэи еще один интересный момент на который стоит обратить внимание это начало чеканки своей монеты здесь причина очень проста посмотрите на дату в 1085 году Альфонсо VI берет Толедо в Толедо христиане захватывают один из мусульманских монетных дворов своих монетных дворов у них не было чеканки монеты на северо-западе полуострова не знали тут им в руки попадает монетный двор Альфонсо VI распоряжается начать чеканить свою монету золото своего золота как не было так и нет поэтому монета чеканится из серебра затем появляется беллон беллон это смесь меди и серебра в котором содержание серебра менее 50% то есть это то что называлось белой медью иногда при этом первые монеты Кастильи можно видеть они еще с арабской легендой в самом конце XI века когда приходят Альмаравиды когда становится понятно что париас вот эти вот выплаты с мусульманских королевств прекратились Альфонсо VI вводит так называемый петитум петитум дословно запрос это чрезвычайный сбор по запросу короля которым облагается все королевство с какой-нибудь целью например набрать денег на снаряжение войска для похода против альмаравидов например вот петитум интересен тем что это первый королевский налог распространяющийся первая королевская подать распространяющаяся на все население королевства и соответственно наносящая в данном случае территориальный характер петитум который потом получит кастильское название педидо просуществует примерно два века и будет заменен альфонс десятым на сбор аналогичного назначения которое будет называться сервитео дословно служба да отличаться сервитео будет тем что он будет распространяться не только на податное сословие но также и на духовенство и на рыцарство на всех скопом что в общем не вызовет восторга забегая вперед ни у духовенства ни у рыцарства два слова о структуре общества Кастильи и Леона про знать рыцарей горожан и духовенства мы в основном уже говорили когда речь шла об астур о Леонском королевстве ничего сильно нового я здесь пока не скажу а вот про крестьян давайте поговорим чуть более подробно земледельцы в Кастильском королевстве в Кастильско-Леонском королевстве довольно четко делились на две категории первая это коллективы свободных общинников которые занимали землю та самая прессура захват возделывали ее в целях же обеспечения себя защитой они обращались к тому или иному знатному лорду знатному сеньору предлагая ему себя под защиту да то есть они предлагают ему взять их под защиту а за это гарантируют ему там определенные выплаты в такой ситуации именно земледельцы рассматривались как благодетели знатных лордов понятно то есть они им источник дохода предлагают да благодетели по латыни будут бенефактор бенефактор такое их объединение получает название бенефактор в позднейшей в позднейшем кастильском варианте это слово звучит как беетрия в русскоязычной литературе бегетрия бегетрия это вот такое еще раз да сообщество община свободных земледельцев которые передают себя под защиту тому или иному сеньору за на условиях обговоренных ими вместе больше того по крайней мере формально они имели право выбирать себе сеньора и если им не понравился тот с кем они договорились изначально они могли уйти к другому забрав все свои выплаты разумеется это вот бегетрия вторая категория земледельцев лично свободные но привязанные к земле земледельцы собственно земля по-кастильски солар такие земледельцы назывались соларьего соларьего работали на земле сеньора никакими особенными правами по отношению к сеньору не обладали менять сеньора право не имели в этом их отличие от бегетрии разумеется сеньоры тяготели к соларьего им больше нравился такой вариант общения земледельцы предпочитали если была такая возможность создавать бегетрии но на этом давайте остановим разговор про эпоху Фернандо I и его детей и перейдем дальше к следующему эпизоду к разговору о Альфонсе VII и его преемниках спасибо спасибо